Активисты Народного Совета Петропавловска объяснили, от кого хотят независимости, бензин и солярка подорожают, побег генерала полиции Кудебаева и самые богатые казахстанцы. Привет, это Айран, обзор за неделю. Меня зовут Аделью Розалинова. Подпишитесь на канал, а я расскажу, что это было. История с Народным Советом Трудящихся Петропавловска получила продолжение. Активисты, которых обвинили в сепаратизме, записали новый ролик. В нем они уверяют, что их неправильно поняли и оболгали. Мол, они требовали независимости не от Казахстана, а от неких олигархов и коррупционеров. К сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы, Аделью Розалинова, Трудящихся, заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. В первом видео члены Народного Совета называли нашу страну фиктивной корпорацией, топили за возрождение Казахской ССР и Конституции 1937 года. Мы, вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска, Север-Казахстанской области, ввиду эффективности правовой основы корпорации Республики Казахстан, мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет. Этот ролик вызвал резонанс в соцсетях. КНБ завел дело по статье «Пропаганда сепаратизма». Но в своем новом видео активисты Народного Совета Трудящихся обвинили в разжигании розни беглого олигарха Мухтара Аблязова и ютуб-канал БАСЕ. И еще попросили помощи у президента. Заинтересованные лица специально используют данную ситуацию для раскачивания розни в стране. Просим вас взять на контроль все соцсети и выявить провокаторов. Мы не хотим стать кровавой жертвой в чужих играх. Просим вас оказать нам поддержку и призываем всех к благоразумию. Оказалось, сторонники Народного Совета есть не только в Петропавловске. У них несколько филиалов в разных регионах. В Костанайской области, например, всплыла история двухлетней давности. В городе Рудном некие активисты еще в ноябре 2021 года опубликовали в местной газете «Хорошее дело» некое публичное уведомление, где 52 человека, там прям указанные адреса и фамилии, отказываются от казахстанского герба, называя его фиктивным и требуют выдать им советские паспорта с серпом и молотом. После того, как скриншот из газеты попал в Facebook, редакция удалила все архивы сайта, но интернет помнит все. Организовать выдачу нам на руки по месту нашего проживания подлинного удостоверения личности в виде паспорта гражданина РК СССР в соответствии с нашим подлинным гражданством РК КазССР и СССР под гербом КазССР и под гербом СССР. Комментаторы в интернете предполагают, что фанатов Советского Союза в Петропавловске и Рудном может связывать движение граждани СССР. Зародилось оно в России в 2010 году. Его сторонники считают, что Союз до сих пор существует, называют независимые республики коммерческими организациями и отказываются подчиняться органам власти, которыми якобы управляет США. В 2018 году ФСБ России насчитало 150 тысяч последователей этой секты. В августе прошлого года организацию граждан или свидетелей СССР, как ее называют СМИ, признали экстремисткой и запретили ее деятельность на территории России. На этом фоне в парламенте заговорили о переименовании Петропавловском. Депутат-самовыдвиженец Ермурат Бапи заявил, что нужно создать петицию. Если жители захотят, чтобы их город назывался Кызылжар, то Бапи готов поднять этот вопрос в Можелисе. Квест недели. Поиски экс-начальника ДВД Алматинской области Серика Кудебаева. Генерал-майора официально объявили в международный розыск. Власти признали, подозреваемый по делу о январских беспорядках сбежал за границу. Слухи о том, что Кудебаев пропал, появились еще в конце прошлой недели, перед тем, как высокопоставленному полицейскому должны были вынести приговор. Прокурор запросил для него 9 лет тюрьмы. Но Кудебаев вдруг заболел. 10 марта он попал в больницу. Суд пришлось перенести. Но на новое заседание, 27 числа, генерал тоже не явился. Тогда его пообещали доставить на процесс принудительно. И тут выяснилось, что доставлять уже некого. В Талдыкурганском суде даже рассказали подробности, как бывший начальник полиции мог покинуть страну. Якобы улетел в Турцию через Кыргызстан. 23 марта 2020 года Кудебаев вылетел из международного аэропорта Манаск города Бешкек, Крымская республика, город Сабу, Турция, что подтверждается сведениями из базы данных погрешной службы. Целью предотвращения дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и скорейшего установления его местонахождения, необходимо незаметительно объявить Кудебаеву в международный рост. При этом в Комитете национальной безопасности говорят, что Кудебаев через официальные пункты пропуска границу не пересекал. Интересно, конечно, получается, суд знает, где подозреваемый, КНБ не в курсе. Чтобы определить, как Кудебаев угол через государственную границу, нам надо, во-первых, установить место пересечения государственной границы, провести разбиратель, чтобы понять сам смысл этой работы. Сейчас проверка идет. По мере выявления какой-либо информации мы будем обращаться в Умбекистан. Если надо будет в Россию, в Россию будем обращаться. Пограничников уже начали проверять, но накажут ли кого-то за бегство генерала. В интернете сейчас гадают, как человек с подпиской о невыезде мог так запросто выехать из Казахстана. И почему вообще Кудебаева не арестовали сразу. Подозреваемым по делу о Кантаре главу облполиции признали еще в мае прошлого года, но в СИЗО Кудебаев не провел ни дня. Его обвиняли в том, что, будучи комендантом, он оставил здание департамента в самый разгар беспорядков и уехал в родной аул. Пример Кудебаева оказался заразительным. На этой неделе стало известно еще об одном побеге. В Таразе от суда скрылся бывший председатель Тараза энергоцентра Багберген Мауленов. Его обвиняют в создании ОПГ, хищении 4 миллиардов тенге. Сидел он под домашним арестом, но в назначенное время на суд не явился. Его тоже объявили в розыск. Новый поворот в деле сына известного спортсмена и депутата Давлета Турлыханова. В соцсетях появилось видео, где он напал на юристов. На кадрах видно, как Турлыханов-младший сначала бьет по лицу Олега Чернова, а потом его жену Анну Дмитриевич. Мужчину пытаются успокоить очевидцы. Все произошло в феврале на парковке Исентай-мола в Алматы. Но Рассел Турлыханов набросился с кулаками на юристов за то, что те якобы вмешались в конфликт с его девушкой. Чернов и Дмитриевич заявили, что будут требовать компенсацию в 25 миллионов тенге, но выплата денег не означает примирение, заявили пострадавшие. А помириться с ними пытался Турлыханов-старший, теперь уже депутат Мажелиса. Он рассказал, что предлагал оплатить юристам лечение, но те отказались. Когда это случилось, родители попросили о встрече с ними, встретился, предложил им, сначала извинился за этот инсидент, предложил им помочь с лечением, но с их стороны не было. Как вы считаете, почему это не было? Известно, что Нурассел Турлыханов сейчас служит в армии. Дело передали в суд. Казахстанское правительство решило поднять цены на бензин. В Минэнерго заявили, что нужно снизить разницу между стоимостью топлива в Казахстане и соседними странами. Поэтому АИ-92 будет стоить 205 тенге за литр, а дизель подорожает до 260 тенге. Произойти это должно 12 апреля. Приказ о повышении цен на топливо подписал министр Булат Акчулаков. Его, кстати, после этого сняли с должности, но об этом чуть позже. Главный аргумент чиновников – если не поднять цены, Казахстан столкнется с дефицитом топлива. В России цена дизтоплива на 45% выше или 345 тенге. В Кыргызстане на 64% выше или 390 тенге за литр. В Узбекистане почти в два раза выше или 480 тенге. В итоге наше дешевое топливо разными путями вывозится в соседние страны. Комментируя непопулярное решение, новый старый премьер-министр заверил, что рост цен на бензин не сильно повлияет на общую инфляцию. Продукты, конечно, подорожают, но всего на пару процентов. А министр торговли и вовсе ждет снижения цен к концу года. Я не вижу оснований для того, чтобы они резко рванули обрак. Мы главным образом не потому, что стоимость выросла, а из-за того, что мы сделали достаточно хороший запас в прошлом году. Годовая инфляция впервые с декабря 2021 года упала до 18%. Мы ожидаем дальнейшего снижения. Но как только в правительстве объявили о грядущем повышении цен на топливо, так оно на заправках и исчезло. С дефицитом, которого так пытались избежать чиновники, столкнулись водители в Шемкенте и Алматы. Там, где солярка еще осталась, ее продают по 530-550 тенге. Власти Алматы ввели ограничения на продажу дистоплива. Правда, говорят, причина дефицита в другом. Шемкентский НПЗ закрылся на ремонт. Ну а правительство решило поднять еще и предельные цены на газ. Они не менялись с январских событий. Но подорожание коснется лишь северных и южных областей. В Алматы стоимость литра сжиженного газа будет 75 тенге. В Мангастау, Актобье, Атырау останется прежний – 50 тенге. В Казахстане сформировали новое правительство. Правда, со старыми министрами. В Кабмине появилось всего два новичка. Министром иностранных дел стал Мурат Нуртлеу. Раньше он возглавлял администрацию президента. Кресло министра энергетики вместо Булата Акчулакова, который объявил о повышении цен на бензин, занял Алмас Адам Садкалиев. Он был председателем фонда Самрук Казына. Все остальные министры сохранили свои портфели, как и премьер. Хотя против кандидатуры Алихана Смаилова выступила фракция социал-демократов. Партия, которая теперь называет себя парламентской оппозицией, проголосовала против Смаилова. Мы, как парламентская оппозиция, мы провели совещание с нашей фракцией. Я, как руководитель, вынес предложение, что мы должны проголосовать против кандидатуру Алихана Смаилова. Потому что итоги прошлого года, они неутешительны. Вы сами видите, у нас инвестиция поднялась выше 20%. И бесконечные аварии на ТЭС, которые происходят. Даже элементарную программу автокрепетирования. Возьмите, у них много вопросов. Всего против премьера Смаилова проголосовали 7 депутатов. Еще 8 воздержались. Такого в Старом Казахстане не было никогда. Миллиарды Буранбаева. В суде рассказали, что отберут у осужденного олигарха. Известного бизнесмена и бывшего свата бывшего президента Назарбаева приговорили к 8 годам тюрьмы. Суд постановил конфисковать его имущество. У Буранбаева заберут дом с земельным участком на проспекте Аль-Фараби в Алматы, квартиру в Астане, а еще снимут деньги с депозитов. Оказалось, что у олигарха было два счета в халык банки. На одном хранился 1,2 млрд тенге. На втором – 2 млрд 847 млн. Все эти деньги пойдут в казну. А вот что будет с бизнесом Буранбаева, неизвестно. Ведь ему принадлежат несколько торговых центров. Отель, фитнес-клуб, рестораны Макдональдс, а еще фармацевтический завод, где выпускали вакцину от ковида. И даже футбольный клуб. Занимался олигарх перепродажей газа, на чем, собственно, и погорел. Сам Буранбаев на приговор отреагировал в Инстаграме, который он ведет с начала процесса. Он выложил семейные фотографии, написал, что это не конец и намерен подать апелляцию. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире. В него попали сразу 6 казахстанцев. На первом месте глава корпорации «Казахмыс» Владимир Ким. Его состояние оценивают в 4,6 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Forbes он занимает 591 строчку. Чуть меньше денег у Читы Кулебаевых, у дочери бывшего президента Назарбаева Динары и ее мужа Тимура. У каждого по 4,3 миллиарда. Новичок казахстанского рейтинга – бывший россиянин Тимур Турлов. У него всего на 500 миллионов меньше. И замыкает список самых богатых людей Казахстана Булат Утимуратов. Его бизнес американский журнал оценил в 2,7 миллиарда долларов. Кстати, Утимуратов за последний год потерял около 100 миллионов долларов. В минус ушел и Владимир Ким. А вот остальные участники рейтинга, напротив, озолотились. Кулебаевы за год стали богаче на миллиард долларов. Капитал Турлова вырос на 700 миллионов. Ну а мировой список Forbes возглавил в этом году Бернар Арно. Тот, что делает знаменитые женские сумки и разливает французское шампанское. МИД Казахстана озвучил официальную позицию нашей страны по войне в Украине. Заместитель министра Роман Василенко дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle. На вопрос, почему Астана до сих пор не осудила вторжение России в Украину, чиновник рассказал про староказахстанскую многовекторность. Мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни про китайскую позицию. Наша позиция проказахстанская. В основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы. Спросила журналистка про параллельный импорт, нашу помощь России в обходе санкций. Ответ – нет, мы не помогаем. Про релакантов, которым ужесточили правила пребывания. И про то, почему по ордеру Гагского трибунала никто не арестует Путина в Казахстане, когда он сюда приедет. Казахстан и не подписал, и не ратифицировал римский статут поэт, потому что у наших юристов в различных государственных органах есть мнение, что он противоречит нашей Конституции. А что касается общения с президентом России Владимира Путина, эти отношения, конечно же, сохранятся и продолжатся. Впрочем, ничего нового Василенко немецким журналистам не рассказал. Только еще раз напомнил, что наша страна хочет помочь прекратить эту войну. Героями этой недели стали попрошайки из Алматы. Они устроили скандал возле мечети. Видео конфликта разлетелось по телеграм-каналам. Авторы ролика утверждают, что женщины не смогли поделить место для прошения милостыни у мечети в микрорайоне «Орбита». Одна из них накинулась на мужа соперницы с ребенком. Мужчина пытался пристыдить крикливую даму, мол, скандалить у мечети еще и в священный месяц Рамазан нехорошо. Но попрошайку эти доводы не убедили и в ход пошли подручные средства. Чем закончилась эта история, неизвестно. В полицию никто не обращался. А если вы сняли что-то интересное в своем городе, присылайте видео с описанием в чат Айрана в Телеграме. Не забудьте подписаться на канал и посмотреть другие наши выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok